Было бы странно, чтобы в программе такого конгресса не было бы вопросов, касающихся аллергологии, поэтому позволю себе поговорить об атопическом марше, если от ребенка взрослого. Ну что такое атопия в общем-то хорошо известно. Термин в году очень давно, еще в 31-м году, и означает наследственную предрасположенность к аллергическим реакциям, как правило, аллерген зависимого типа, в ответ на сенсибилизацию аллергенов. Ну а соответственно взаимодействие аллергена со специфическими аллергенами, которые относятся обычно к классу ИГИ и фиксированные на поверхности тучных клеток, наступают в роли кустового механизма аллергического заболевания. Ну и поскольку наибольшее количество этих клеток находится именно в коже, слизистых оболочек, плекательных клеток, пищеварительной системе, а также интерстенциальных, как и почек, то обычные атопические реакции происходят именно в области этих шоковых органов и соответственно определяют аллергическое течение того или иного аллергического заболевания. Естественно мы с вами тоже хорошо знаем, что аллергические заболевания относятся к числу мультифантериальных заболеваний, в развитии которых имеет значение и наследственности тягощенные, конечно, внешнецветовые факторы. И вот здесь приведены соответствующие цепи, что если у обоих родителей тягощен аллергологический анализ, то их заболевание у этого же составляет 40-60% и так далее, и так далее. Ну, конечно, более существенной является аллергия по материнской линии. Основные факторы риска во внешней среде тоже здесь перечислены, в общем-то, на них я подробно останавливаться не буду. Конечно же, наличие атомического статуса поделяется такими факторами, как следственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям, еще раз подчеркну, особенно по материнской линии. Это клинические проявления аллергии у конфетного пациента, гиперпродукция общего сыворотышевого имена, глагуина и кожная сенсибилизация к различным аллергенам, наличие в крови аллергенспецифических и антител, и азитофилия крови местная, общая. Ну, аллергия, конечно же, системная патология. Вот посмотрите, пожалуйста, на эти цифры. Атопические драматиты сопутствующие у заболеваний, почему атопический драматит, потому что с него чаще всего и начинается тот самый аллергический ваш. Это аллергический ринок антилит, 80% детей болит отопическим драматитом, бронхианина, астма, 30-40% детей болит отопическим драматитом, ну и другие аллергические заболевания. Так, что такое аллергический или его чаще называют атопический ваш? Это этапность развития сенсибилизации, трансформации клинических появлений аллергии в зависимости от возраста ребенка с атопией. Обычно в первые три года жизни ребенка начинается все с пищевой аллергии и развитие атопического драматита. 50% детей это может быть даже уже на первом году жизни. Позднее присоединяется аллергический ринок, еще несколько позднее бронхианина, астма, хотя тут возможны вариации. Начинается атопический драматит, действительно, чаще на первом году жизни является первым проявлением атопических заболеваний. А пик вот развития бронхианина возникает чаще в 5-6 летнем возрасте, но аллергический ринок обычно характерен для пубертанного возраста. А вот статистика атопического аллаша, то, что, в общем-то, я уже говорил, подтверждается соответствующими циклами. Да, атопический драматит, почему мы о нем, в общем-то, часто говорим, мы нередко и забываем, потому что очень часто этот диагноз прячется под другими диагнозами, что, в общем-то, неправильно. И вот в практике участкового педиатра встречается у каждого третьего ребенка до 3-х лет, и атопический драматит – это входная точка для развития аллергических заболеваний. К сожалению, тяжелое течение атопического драматита – это, как правило, путь к развитию бронхиальной астмы и аллергического линейства. Вот этот марш сенсивилизации к аллергенам, о котором я уже говорил, начинается с пищевых аллергенов, потом приземляются пыльцевые, бытовые аллергены и так далее. Ну, тут идти до 3-х лет наиболее важны пищевые реагенты, это данные, как раз, по Украине, и вот потом уже приземляются другие аллергены. Данее, динамика атопического марша, надо посмотреть по уровню иммуноглобулина и аллергенов. Почему все-таки мы говорим атопический марш, атопический драматит, и начинаем мы с кожи, потому что кожа имеет особые функции, в частности, кожа – это иммунный орган, в котором происходит формирование иммунного аллергического ответа, и через который проходит дальнейшая вся сенсибилизация организма. И вот такая чрезвычайная сенсибилизация в последующем приводит к системному иммунному ответу и формированию, соответственно, других атопических заболеваний. Вот иммунные процессы при атопическом драматите, как видите, здоровая кожа, потом острая фаза, хроническая фаза атопического драматита, все это иллюстрирует то, что я уже только что говорил. Почему чаще у детей раннего возраста развивается атопический драматит, сенсибилизация? Вот как раз особенности кожи у детей раннего возраста. Тонкий слой эпидермиса, который легко подвергается механическим и термическим воздействиям, оттажение родных к родных клеток кожи происходит значительно быстрее, легкая родимость этого слоя кожи у детей обуславливает пониженные защитные свойства кожи, сосуды расширены, расположены близко к поверхности, содержание дерматы, как видите, выше, у детей значительно, чем у взрослых кожи, количество сальных желез значительно больше, чем у взрослых, и все это объясняет развитие симбареи, которая тоже является фактором близкого развития атопического марши. Вот это, в общем-то, представлено кожу дермальной, кожа при атопическом драматите. Следует отметить, что атопический марш, в общем-то, тоже бывает разный. Классический амиронический марш и атопический марш, ранний старт сначала в раннем детском возрасте, бывает у большинства детей, начинается с атопического драматита, Иногда используется еще такой термин, как термо-респираторный синдром, хотя это не клинический диагноз. Это сочетание атопического адапатита с бронхиальной астмой, как видите, встречается очень часто. Но однако возможен так называемый поздний аллергический марш, начинается обычно после 10 век жизни. И в этой ситуации сначала развивается аллергический линит, бронхиальная астма, а потом уже может присоединяться поражение кожи. Вот такой радиоаллергический марш. Сначала кожная сенсибилизация, очень выражена связь с генетическими факторами. Сочетание кожный атопический дерматит, пищевая и респираторная аллергия частота достаточно высокая. И особенность такого термо-респираторного синдрома у детей это быстрое развитие поливалентной сенсибилизации, множественной сенсибилизации, что в общем-то не затрудняет диагностику и естественно затрудняет лечение таких пациентов. К сожалению, часто, очень часто не предыдует рецидивирующее течение и иногда может быть сразу даже дебют бронхиальная астма. После старта аллергического марша первично все-таки сначала респираторная аллергия, сильное влияние воздействия окружающей среды. И через 1-2 года регистрируются уже позитивные результаты кожных проб к различным аллергенам. И в этой ситуации важно отметить, что оптимальным и лучшим делом и кожное тестирование с аллергенами, и лабораторное тестирование, что позволяет улучшить диагностику этого состояния. Есть еще и такой термин, как атопический и неатопический марш. Как видите, вот неатопический марш это прогрессия аллергического венита, приносинусин, протхиальную астму, чаще бывают у подростков и взрослых. Еще бывает сначала, что вроде как неатопик, неаллергический венит, а потом все равно развивается аллергическое заболевание. Очень часто формируется так называемая аспирин-зависимая реакция, есть такое понятие, как аспириновая астма, астматическая атериада. Ну и в патогенезе какие-то превалируют нет, их аллерг-2 клетка, естественные декилеры, которые активируются бактериальными гликопептидами и так далее. Ну и возможно носительство микроорганизмов и их влияние на прогрессию энергетического заболевания, как у детей и взрослых, так и у пациентов с атопией и без атопией. Вот атопический дерматит, позволю себе несколько таких вот иллюстраций. Это фотографии, сделанные вольгодой профессора Несси Васильевной Бэши, она мне бы позволила их использовать для демонстрации, что это такое атопический марш, атопический дерматит. Ну и этапность развития атопического дерматита, позволю себе тоже напомнить, первое проявление возникает уже на третьем-четвертом месяце жизни. Сначала характерны эритматозные элементы, визикулы, лопнутые, симметричные высыпания с выраженным эксплуатативным процессом, обычно начинаются с кожи лица, лоб, щеки, волосистая часть головы, а носоковый треугольник в этой ситуации остается свободным. На втором этапе, уже это от двух лет до периода полового созревания, заболевание приобретает, к сожалению, хронический характер, постепенно эксцудация становится менее выраженной, зато преобладает процесс инфильтрации и лихинификации. В этой ситуации у пациентов отмечаются полигональные папулы, лихинификация локализуется на разгибательных и сгибательных поверхностях конечностей, но к концу второго года жизни процесс отхватывает преимущество сгибательной поверхности, а на лице задухает. И вот третий этап, это дети старшего возраста и взрослые, уже преобладают эксцелляции, папулы, очаги лихинификации, инфильтрации кожи и так далее. Типичной является локализация процесса на локтевых и коленных сгибах, задняя поверхность шеи, кожа вверх, тыльной поверхности костей, суставов и так далее. И хроническое течение, к сожалению, сопровождается геолидозом в стенах сосудов, фиброзом в термах, что приводит к нарушению микроцепуляции и еще больше усугубляет течение данного процесса. Это критерии, которые используются для диагностики атопического дерматита. Они хорошо известны, описаны подробно в литературе, есть такие вот большие обязательные критерии. Первым из которых очень важны это зуб, типичная локализация, семейная история, хроническое рецидивирующее течение. И есть малые такие вот дополнительные критерии диагностики, которые позволяют поставить диагноз этого заболевания. Вот это тоже еще. Хочу отметить только, что для постановки диагноза атопического дерматита необходимо сочетание трех больших и не менее трех вот таких малых критерий. Ну симптомы эллиофического ленина, которые продолжает так называемый адаптический фарш, вам тоже хорошо известны. Чеха, зубы, генария, заложенность носа. Ну и соответственно, конечно, симптомы бронхиальной астмы, также хорошо известны. Что касается прогностического индекса бронхиальной астмы у детей раннего возраста, в общем, это важная информация, давайте мы на нее посмотрим. Высокий риск развития бронхиальной астмы. Более или равно 4 эпизода бронхиальной обструкции за последний год. И хотя бы один из них подтвержден врачом. Это один большой критерий. Бронхиальная астма у кого-либо из родителей, атопические дерматиты у ребенка. Или два малых критерия наличия аллергического ренита, эзинофилия периферической крови больше 4%. Ну и бронхообструкция вне связи с острореспираторно-вирусной инфекцией. Лечение атопического дерматита как начального этапа атопического ваша представлено на этом слайде. Конечно же, прежде всего, это должен быть контроль аллергического воспаления, элиминация возможных аллергенов и других факторов, которые являются триггерами для построения его. Это системные антигистаминные препараты, это нарушенная терапия, средства ухоза до кожи, глюкокортикостероиды, байпас инфекция по показаниям. Это могут быть еще системные глюкокортикостероиды в качестве скорой помощи при тяжелом течении. Это контроль иммунного ответа, в том числе и аргенспецифическая иммунотерапия. В последние годы такие исследования проводятся. Это иммуносупрессия, в частности ингидерокальцинируида, циклоспорин и фототерапия. Почему мы более подробно говорим об антигистаминных препаратах? Ну, прежде всего, потому что, действительно, это те препараты, которые наиболее часто используются в течение многих аллергических заболеваний. Вот здесь представлены роль гистамина при аллергических заболеваниях, которые, видимо, принимают участие в развитии и воспалений, и перемии, зуда, бронхоконспрекции, отека, дегатации сосудов и так далее. И вот здесь как раз представлены также эффекты гистамина, которые участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы аллергической реакции. Но, к сожалению, было отмечено на протяжении лет использование антигистаминных препаратов, особенно при выраженном зуде кожи, что характерно для атопического и атопического маша, что не всегда антигистаминные препараты классические бывают достаточно эффективны, особенно в отношении подавления кожного зуда. И было сделано предположение о наличии каких-то других биологически активных веществ, кроме гистамина, которые могут принимать участие в развитии кожного зуда. И вот таким веществом оказался серотонин. Здесь представлены также его эффекты, как видите, они во многом сослучены эффектом гистамина. И вот была сделана попытка синтезировать те препараты, которые бы, кроме классического антигистаминного действия, обладали бы еще также и антисеротониновым действием, где представлена история создания этих препаратов. И вот действительно, в лаборатории Академии Пашковского, более старших представителей нашей аудитории прекрасно помнят это имя, была создана уникальная группа химиклюдиновых произвольных, это хифенадин под названием коммерческий фенкарол и сихифенадин под названием гистафен. Обратите внимание на механизм действия этих препаратов. Это прежде всего классическая блокада H1 рецепторов гистамина, то есть выраженная антигистаминная активность. Но кроме этого, это блокада серотониновых рецепторов и также активация диагинооксидаза, того фермента, который разрушает уже накопившийся в организме гистамин, то есть эндогенный гистамин. И соответственно, эти препараты сочетаются с преимуществом препаратов первого и второго поколения, и вот очень хорошо как раз они оказывают влияние на суху кожи. Вот эти пахенуклидиновые производные, хиткарол и гистафен, действительно, это единственная группа препаратов с доказанной способностью активировать диагинооксидазу, которая разрушает до 30% антигенового гистамина и уменьшает его содержание в тканях, что создает возможность при использовании этих препаратов оказывать дополнительную противоаллергическую активность, особенно у тех пациентов, которые в той или иной степени резистентны к классическим антигистаминным препаратам. Вот доказательная база ряд исследований при аллергических заболеваниях для хиткарола. Такая же база, в общем-то, существует для гистафена. Как видите, хиткарол действительно эффективен на всех этапах атопического марша, причем во всех возрастных группах пациентов. Есть такая же доказательная база по гистафену. Хочется отметить, что гистафен обладает еще более выраженной антисеротониновой активностью, чем хиткарол и преимущество гистафена по сравнению с другими антигистаминными препаратами. Наличие антигистаминовой и антисеротониновой активности, высокий уровень безопасности для лечения больных, более выраженный противозонный антигистаминный эффект, как видите, быстрое наступление эффекта его стойкости, эффективны в тех случаях, когда другие антигистаминные препараты не оказывают такого выраженного противозонного действия. И очень важно, препарат не вызывает сомневости в любителе приведения. Что касается применения аллергеноспецифической иммунотерапии у детей, действительно, это тоже интересный метод лечения. Но, однако, если доказана его эффективность уже точно при бронхиальной астме и при аллергеноспецифической иммунотерапии, обратите внимание, что при атопическом дерапатите инъекционный метод проведения пока проблематичен, перспективы изучаются для суплинвальной и пероральной формы проведения аллергеноспецифической иммунотерапии. Ну и подходы к профилактике атопического дерапатита и, соответственно, развитию аллергического иммунотерапии и бронхиальной астмы, то есть профилактика всего атопического ваша, может быть первичной, может быть вторичной, И вот она представлена в данном слайде. И заключение. Аллергический марш – это неоднородная патология, которая имеет различные клинические проявления и динамику в зависимости от возраста пациента. Своевременно начатая и правильно проводимая системная терапия начальных проявлений атопического марша – важное условие профилактики его развития и, главное, профилактики его прогрессивного. В этой ситуации могут помочь такие антигистамидные препараты, как фенкарол и эстафет. Благодарю вас за работу. Благодарю вас.